МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа в студии Людмила Ермакова. Смотрите сегодня в выпуске. Комфортнее и эстетичнее Подмосковье в лидерах по качеству городской среды. Если кто-то хочет помогать дома, у него нет возможности ходить, они приходят, берут какое-то количество бубликов. Плести добрые дела в историю свой вклад в победу вносят волонтеры Ивантеевки. Я не могу без тебя! Взятый край, сверху за мной, я буду всегда за мной. Я не могу без тебя! Красноармейск-именинник 76 лет исполнилось городу со славной историей. Об этих и других новостях прямо сейчас. Подмосковье – регион, удобный для жизни. Московская область четвертый год подряд входит в тройку лидеров по качеству городской среды. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава округа Максим Красноцветов. В Пушкино в 2019 году полностью преобразили набережную. В 2022-м открылся обновленный центральный парк в Пушкино и сквер на улице Рощинской в Ивантеевке. В указанный период благоустроили 6288 дворов и установили 1102 детских игровых площадок. За прошлый год в Пушкинском комплексно обновили 12 дворов. В этом году таких территорий будет уже 24. Появится 30 новых спортивных и детских площадок. 3 сентября в нашей стране – День солидарности в борьбе с терроризмом. Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим в Беслане 19 лет назад. Во время террористической атаки погибли 333 человека, 186 из них – дети. Памятные акции проходили в воскресенье и в понедельник по всей стране, в том числе и в нашем округе. Репортаж о памятных акциях в Пушкинском смотрите на нашем канале в ближайших выпусках. К другим темам. Все больше жителей Пушкинского стремятся помогать мобилизованным и добровольцам в зоне специальной военной операции. Волонтерская группа «Добрые дела Ивантеевке» занимается плетением маскировочных сетей, ведь запрос на них за ленточкой растет. Плетут все, ограничений по возрасту нет. Однако рук по-прежнему не хватает. В мастерской на Рощинской, 9, волонтеры поделились с нашей съемочной группой тонкостями процесса и рассказали, почему же не смогли пройти мимо добрых дел. Если кто-то хочет помогать дома, у него нет возможности ходить, они приходят, берут какое-то количество бубликов. Эти бублики – нарезанная ткань. Именно из таких полосок и создают те самые маскировочные сети, необходимость которых на передовой не иссякает. Татьяна Щербакова, организатор волонтерской группы «Добрые дела Ивантеевки», рассказывает, что технологию плетения разработали путем проб и ошибок. Самое главное требование – не должно быть видно повторяющихся элементов. Мы плетем зигзагом через две ячейки. Когда заплетается основа, уже вот потом сверху начинаем плести травку, для того, чтобы сбить однообразие рисунка. В этой небольшой мастерской на Рощинской 9 можно встретить людей разных возрастов и занятий. Пенсионеры, школьники, студенты, учителя, воспитатели – все они вносят свой вклад в победу. Плетут маскировочные сети. Три на шесть – это самый ходовой размер, самый большой, потому что у нас укрывают КАМАЗы. Например, на большой КАМАЗ нужно две сети, это его не сильно накрыть. Если там варят такие специальные рамки на КАМАЗ, то четырьмя сетками укрывают КАМАЗ. А Ремрота – у них шесть сетей на один КАМАЗ идет. Начиналось все с гуманитарной помощи. Спустя время пришел запрос на маскировочные сети. Но плохое качество и отсутствие выбора в магазинах сподвигли волонтеров на создание своего небольшого производства. В мастерской бывает людно, однако рук все равно не хватает. Начинали там из сложного, мы плели одну сетку, там три дня. А сейчас, конечно, скорость увеличивается. И мы каждый, у нас один ум, а тут восемь умов, а потом шестнадцать. Каждый кто-то придумывает, предлагает что-то. Мы увеличиваем скорость, тем самым уменьшая время плетения. Но, например, лето, отпуска, дачи. Народу очень мало, и, конечно, нам народ очень нужен. Я, в первую очередь, хочу выразить благодарность Татьяне и всей команде, которая трудится. Я непосредственно связана со всем с этим. У меня муж сейчас находится на СВО. И девочки откликнулись, помогли. Я отправляю сети туда, и муж выражает благодарность. Очень применяем, очень нужна, необходимая вещь. Мы плетем в семье, режем, плетем. Все, что можно, тоже помогаем. Само плетение несложное. С этим справится даже первоклассник. Главное – желание. Сюда приходят в любое время. Утром, в обед, после работы. Многие забирают ленты домой. Нарезать полоски ткани или плести их там, где будет удобнее. Я сюда пришла, потому что мне всегда очень хотелось помочь военным. Это же тоже какая-то помощь. Здесь на двери висело объявление. Моя сестра мне рассказала. И я перешла в телеграм-группу. Я их нашла и пришла на следующий день. У волонтеров есть своя группа в телеграме. Там публикуют отчеты, необходимую помощь и другое. У нас список запросов растет намного больше, чем мы его вычеркиваем. За сетей просят много. Готовые сети аккуратно складывают и упаковывают вместе с подарками, которые закупают волонтеры, в том числе и дети. Складывают чай, сладости, пишут открытки и письма. Они собираются недолго. Сначала надо разложить все, потом упаковать, а потом уже заклеить скотчем. Помимо сетей здесь делают на шлемнике и сухие души, которые также пользуются большим спросом у военнослужащих. Это полотенце и сухая губка, пропитанная специальной жидкостью для лежачих больных. 50 миллилитров воды, даже меньше, бойцы могут ей помыться. Ее смывать не нужно. Помощь своим бывает разная, в том числе и такая. Все, кто хоть как-то хочет внести свой вклад в общую победу, может приходить сюда, на Рощинскую 9, и делом, а не только словом, поддерживать наших ребят. Людмила Ермакова, Сергей Денисов, Анна Белова, Мария Головачева. Новости Большого округа. Череда важных для округа событий продолжается. Еще один город Пушкинского принимал поздравления в минувшую субботу. Красноармейскую исполнилось 76 лет. На Центральной площади открылась фотовыставка, посвященная истории его основания. Весь день работали десятки мастер-классов и площадок. Основные события развернулись на сцене. С Днем города! У входа на площадку празднования Дня города фотовыставка об истории Красноармейска. Учителя объединились, поработали в архивах и рассказывают публике, как все начиналось. 19 век и до наших дней. Вот, например, основание Вознесенской мануфактуры. Город наш зарождался вообще села Муромцево. Это ныне, где у нас Никольская. Строилась фабрика в районе Русаля. Вот, это изначально купец Манухин такой строил. В период Спартакеады в 1956-м, когда здесь располагался стадион, военное время победа. Экспозицию в честь 76-летия Красноармейска показывают и главе округа Максиму Красноцветову. Главное во все времена отмечает глава – люди. Главное – это, конечно, жители. Жители – это то, на что мы делаем акцент, на что мы всегда обращаем внимание. И та история, которая есть в каждой локации, это Красноармейск, Ивантеевка, Мушкина. Это историю, которую делают люди. Для жителей в этот день работают десятки праздничных площадок. Поприветствовать всех прямо с Северного полюса прибыл белый медведь. Белый Мишка, вот боитесь, что растает? Нет, он уже привык, он живет у нас давно. Прислали его с Северного полюса, к температуре адаптировался, не тает. Свои работы подготовили детская школа искусств, библиотеки. Глава поучаствовал в плетении мини-копии Красных Ворот, достопримечательности Красноармейска. Но главные события развернулись, конечно, на сцене. Самый лучший город Красноармейска. Отличное настроение, все понравилось, замечательно. Всех горожан хотим поздравить с Днем города. Очень рад, все хорошо сделали в этом году. Выступление, сцену хорошо поставили, конкурсы продуманы. Горожан приехал поздравить благочинный Королевского округа Дмитрий Поповский и боец, с которым глава был на передовой в июле 2023-го, Антон Ермолинский. Он приезжал в отпуск и буквально сегодня возвращается в зону СВО. Спасибо большое вам за вашу помощь, за вашу поддержку. Всем мира, всем добра. Победа будет за нами. Самым активным жителям вручили благодарности главы. Все, что делается для улучшения жизни округа, все совместно с жителями. Та площадь, на которой мы сейчас стоим, мы видим, какие прекрасные появились здесь локации, как это нравится жителям. И видно, как город, округ развивается. А впереди, отметил глава, еще много планов и проектов. Жанна Ловенникова, Сергей Денисов, Александр Корнеев, Анна Белова, новости Большого округа. Выступление звезд отечественной эстрады заслуженного артиста России Алексея Глызина и группы «Мохито», а также яркий салют завершили вечернюю программу празднования Дня города в Красноармейске. Шквал эмоций в репортаже Юлии Постриганевой. Красноармейск отмечает день рождения. Пусть и не круглая дата, но праздновали как юбилей. Широко, торжественно, с размахом. Даже вечерний дождь не помешал жителям и гостям города отрываться и веселиться на полную. Большая сцена, профессиональный свет и звук создавали особую атмосферу, а профессиональные вокальные и танцевальные коллективы поддерживали накал эмоций и зрительский настрой. А танцевать и подпевать хотелось очень и большим, и маленьким. На сцене в День города знаменитые группы и артисты. «Мохито» первый взрывала танцпол «Красноармейска». Любимцы молодежи, яркие, дерзкие хитмейкеры, исполнители хитов. Руки прочь, в жизни так бывает, разрывает танцпол и многих других. Сотни эфиров на радио и ТВ, верхние строчки в чартах стриминговых площадок и плотный гастрольный график. «Мохито» Полчаса на сцене, волны драйва и энергии. А на площади в это время дождь то заканчивается, то вновь усиливается. Но никто не покидает своих мест. Все в ожидании еще одного звездного артиста. Российский эстрадный певец, актер, музыкант и радиоведущий, заслуженный артист России. Алексей Глызин приехал поздравить «Красноармейск» с днем рождения. Композиции из репертуара веселых ребят знают, помнят и любят и подпевают. Не только взрослые. Песня «Красноармейск» На центральной площади Красноармейска буквально яблоку негде упасть. По официальным данным, праздновать День города и делиться хорошим настроением. Сюда пришли более пяти тысяч горожан. Эмоции зашкаливают. С днем рождения, «Красноармейск»! Это самый лучший праздник, который я видела. Музыка и оформление. Просто обстановка. Моевое обзор. Просведание. Мама выступала. Мама ведущая, мама выступала. Вот ждем выступления ее. Мама поет, танцует. И танцует, и поет, и ведет. И дети такие же. Дети днем выступали. То, что люди очень много пели и танцевали. Очень понравилось. Желаю расцветать, чтобы он обустраивался, был уютнее, чтобы было комфортно. Своей партии, станка, Ожи, как странно, как небо. Держит моя рода. Между отлично. Прикос, где держит. ПЕСНЯ Финальным аккордом дня города Красноармейска стал праздничный салют. Все, кто был на площади, устремили взгляды в темное небо. Почти на 10 минут его освещали яркие, но больше красные, под стать названию города в сполохе масштабного фейерверка. Юлия Постриганева, Сергей Денисов, Александр Корнеев, Мария Головачева. Новости Большого округа. День знаний в Пушкино отметили широко. Поздравить школьников приехали известные актеры и блогеры. Жители и гости города ждали яркие номера, танцы и песни под гитару. Как прошел праздник, расскажет Алина Рогожина. В Пушкино для всех жителей округа прошел концерт, посвященный Дню знаний. На мероприятии выступили участники ютуб-канала «Кикидо», артисты продюсерского центра «Эколь», а также актеры сериала «Кампус» и участники проекта «Голос. Дети». Исполнители показывали яркие номера, пели, танцевали и играли на гитаре. Сегодня у нас выступление, и мы бы хотели пожелать вам, ребята, особенно первоклассникам, дать вашу школьную жизнь и сил, и побольше, и тихо, и главное наслаждение в учебными годами, потому что они бывают раз в жизни. Каждый ребенок на празднике смог получить массу положительных эмоций, потанцевать, а также познакомиться и сфотографироваться с любимыми исполнителями. Ребят, хочу пожелать в этом году самых хороших оценок. Алина Рогожина, Яков Глэйзер, новости Большого округа. Курс на похолодание. Осень календарная совпадает с осенью фактической. На этой неделе в будни еще относительно тепло, но к выходным температура воздуха снизится, отмечают синоптики. Во вторник, 5 сентября, в округе днем воздух прогреется до плюс 22, ночью не выше плюс 14. Облачно с прояснениями и юго-западный ветер до 2 метров в секунду. И на этом у меня все новости на сегодня. С вами была Людмила Ермакова. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова